Добрый день, уважаемые коллеги! И опять мы возвращаемся к вопросу кашля у детей раннего возраста. Почему кашля? Потому что у нас сегодня осень по календарю, дети пошли в дошкольные учреждения, пошли в школу, увеличились контакты и появился кашель. И я бы хотела, чтобы мы остановились на вопросе, лечение кашля это необходимость или терапевтическая привязанность. Кашель, по данным статистики таких стран, как Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Европейского респираторного общества, это наиболее частая причина обращения пациентов или их родителей к семейным врачам. Уважаемые коллеги, если бы мы с вами были оффлайн, я обязательно бы попросила вас поднять руки. У кого наибольшее количество пациентов, которые каждый день приходят с кашлем. И я вас уверяю, что в этой аудитории будет большое количество поднятых рук, потому что и к вам приходят пациенты, у которых есть кашель. Кашель это симптом. В Украине статистика по кашлю отсутствует. Почему? Потому что статистическая информация в нашей стране подается по нозологиям. В 2018 году мы получили новые нормативные документы. И приказ МОС номер 13 от 14.1.18 года позволил нам пользоваться классификацией ACPC. О некоторых вопросах применения украиноязычного варианта международной классификации первичной медицинской помощи. Обратите, пожалуйста, внимание, кашель входит в раздел «Дыхательная система» под грифом R05. И теперь классифицируется такое состояние у наших пациентов. Я думаю, что через короткое время мы будем знать, какое количество пациентов с кашлем обращается за медицинской помощью. Если вы обратите внимание на международный классификатор болезни МКБ-10, который мы пользуемся на сегодняшний день, кашель относится к симптомам и признакам, относящимся к системе кровообращения дыхания. С шифром R05 – кашель. Таким образом, кашель у нас в наших нормативных документах присутствует. Но всегда ли просто разобраться с кашлем? По какая причина кашля? Это всегда ли патология органов дыхания? Абсолютно нет. Это сложная диагностическая проблема. Она сопровождает не только заболевания легких, но и внелегочные патологические процессы. По данным литературы, кашель сопровождает более ста заболеваний у детей. Каким же врачам могут обращаться наши пациенты с кашлем? В первую очередь, это патология лороргана. И самый простой диагноз – ренит. И вот если ренит сопровождается затеканием по задней стенке глотка, выделением из носа, мы получаем новый синдром – постнатальный дрипсиндром, который сопровождается кашлем. Почему? Когда у ребенка густые выделения идут из носа, в горизонтальном положении, когда мама кладет ребенка на дневной сон или ночной, ребенок согревается, начинается движение вот этого содержимого, идет раздражение рецептора и появляется кашель. Если в этот момент мама может уловить мокроту, она бывает зеленого, желтого цвета. И учитывая, что у нас продолжаются консультации онлайн, мама может перезвонить своему врачу и сказать, «Боже, у ребенка кашель, и у него мокрота желто-зеленого цвета». О чем должен подумать доктор? Если желто-зеленого цвета, там присутствуют бактерии. И очень часто в этой ситуации пациентам назначается антибиотик, где он абсолютно не нужен. К лор-врачу может обратиться пациент по поводу синуситов, оренгита, ларенгита. Серная пробка в ухе может дать кашель, длинная оволя. Таким образом, лор-врачи встречаются с кашлем по своим проблемам. Сердечно-сосудистая система, патология может сопровождаться кашлем. Если у ребенка есть сердечная недостаточность, мы знаем причину, нам это понятно. Но я хочу обратить ваше внимание, что есть пороки развития, такие как, например, двойная дуга аорты, которые сопровождаются у детей раннего возраста только кашлем. Вы не увидите этот порок на обычном музее. Но, пожалуйста, в перечне диагностики, где у вас кашляет ребенок раннего возраста, обратите на это внимание. Желудочно-кишечный тракт, гастроэсофагально-рефлюксный синдром или болезнь приводит к забросу содержимого кишечного тракта в дыхательные пути, ребенок кашляет. Могут быть психоэмоциональные расстройства, психогенный кашель, привычный кашель, который может быть у нашего малыша. Нежелательные эффекты при употреблении порошковых форм лекарственных средств, вдыхание кислорода, применение таких лекарственных средств, как ингибиторы АПФ, аммиадерон. И наши дети принимают эти препараты. Вдыхание различных раздражающих веществ. Не секрет, что экология наших городов, населенных пунктов, где мы живем, сегодня не на высшем уровне. Поэтому газы, пыль, табачный дым присутствуют в окружении нашего ребенка. Если уважаемые родители или их друзья, которые с ними общаются, думают, что если они вышли на балкон или в другую комнату, и там покурили, это не влияет на ребенка, это абсолютно неверно. Потому что пассивное курение тоже приводит к этой ситуации. Но наиболее частая система, которая вызывает у нас проблемы, это патология системы органов дыхания. Это и острые респираторные вирусные инфекции. Это поражение бронхов и паранхемии легких. Это аллергические заболевания, такие как бронхиальная астма. Это инфекционные, как туберкулез, и хронические наследственные заболевания у детей, такие как муковисцидоз и другие. То есть причин невероятное множество. Что делать с кашлем? У нас есть с вами указания, и они записаны в унифицированных клинических протоколах первичной медицинской помощи. Обратите внимание, 15-й год у детей, 15-й год у взрослых, 16-й год унифицированный клинический протокол по интегрированному введению болезни детского возраста, где четко написано, независимо от того, с чем обращается к вам пациент на прием, вы обязательно должны задать вопрос, есть ли у него кашель. Потому что кашель, как судороги, лихорадка, как диарея могут привести к такому состоянию, что оно будет угрожаемо для жизни ребенка. Отличаются ли наши протоколы от тех протоколов, которыми пользуются наши европейские, американские, австралийские коллеги? Здесь вы видите гадлайны, которыми пользуются наши коллеги за рубежом. И у них, и у нас есть правильные подходы к лечению кашля. Так почему же мы опять обращаемся к проблеме кашля, если мы знаем причину кашля, если мы знаем, как нужно поступать в этом случае? Давайте разбираться. У детей раннего возраста особенности кашля связаны с анатомо-физиологическими особенностями бронхиального дерева. Ребенок – это не взрослый в миниатюре, но он маленький, и поэтому у него относительная узость дыхательных путей. Но у них значительно развиты кровеносные лимфатические сосуды. Это обуславливает возникновение отеков, гиперплазированные слизистые железы, а вот секреторный моноглобулин – аниский, недостаточная коллатеральная вентиляция, склонность к гиперактивности бронхов и слабое развитие гладкой мускулатуры. Все это вместе нам дает такую ситуацию, что у детей склонность к бронхиальной обструкции связана с отеком, а не со спазмом мышц. Одно из частых тяжелых заболеваний у детей раннего возраста – это острый вирусный бронхиолит, инфекция нижних дыхательных путей у младенцев до 2 лет. Этиология – это вирусы, такие как РС-вирус, вирус парагриппа, аденовирус, грипп А, Б, риновирусы, метапневмовирус человека, паровый вирус, обратите внимание, коронавирус и мекоплазма-немония. Что же происходит в патогенезе? Самый основной отек слизистой и подслизистых оболочек. Перебронхиальный инфильтрат воспаленных клеток. Далее некроз и дисквамация ресничатых эпителиальных клеток. Избыток слизистой секреции. И вот сочетание отека стенки дыхательных путей, усиленной секреции слизи и нарушение клеренса приводит к обструкции дыхательных путей. Конечно, у таких детей снижается сатурация и развиваются от электазы. Какая же клиническая картина острого бронхиолита? Пожалуйста, обратите внимание, он характерен для детей до 2 лет. Но при этом у ребенка очень быстро развивается дыхательная недостаточность. Она отличается от дыхательной недостаточности при пневмонии. Чем она будет отличаться? Тем, что у детей отсутствует выраженная интоксикация. У ребенка сохранен аппетит, ребенок активный, он гуляет, он играет игрушками. А дышка носит смешанный характер. Если вы проведете аускультацию, пожалуйста, запомните, что с обеих сторон у пациента выслушиваются мелкие хрипы. Может быть цианоз. Цианоз может быть локальный, может быть общий. На рентгенографии органов грудной клетки только усиление легочного рисунка и явление эмфиземы. И отсутствует эффект от применения бронхолитиков. Потому что увидели дыхательную недостаточность, увидели цианоз, назначили бронхолитики. Эффекта нет. Как лечить бронхолит? Вы знаете, это состояние, которое может напугать врача, особенно молодого врача. За счет дыхательной недостаточности и наличия хрипов и доктору, и родителям иногда может быть страшно, что состояние ребенка тяжелое. Нужно ли его госпитализировать? Нет. Рекомендации Американской Академии Педиатрии показывают, что госпитализация показана детям до 3 месяцев. Если у них есть еще сопутствующая патология, это может быть старше 3 месяцев, какая сопутствующая патология? Врожденные аномалии развития, в том числе и врожденные пороки сердца, иммунодефицитные состояния, нервно-мышечные заболевания. Детям, которые нуждаются в оксигенотерапии. И мы назначаем таким детям оксигенотерапию, увлажненным кислородом, и мы назначаем адекватную гидротацию. Если состояние ребенка не тяжелое, он может находиться на свежем воздухе. У детей грудного возраста, еще раз напоминаю, что обструкция вызвана не бронхоспазмом, а отеком. Как же устранить этот отек? Очень хорошо устраняет гипертонический раствор натриохлорида. Ну, если я вам скажу просто натриохлорид, вы мне можете не поверить. Для того, чтобы мои данные были доказательны, я хочу обратить ваше внимание на литературу, которая подтверждает нам, что ингаляции трехпроцентным раствором натриохлор могут значительно сократить продолжительность пребывания в больнице и улучшить показатели клинической картины у новорожденных при остром вирусном бронхиолите. Это данные рандомизированных исследований. В Кахрановской библиотеке мы можем проанализировать 11 рандомизированных исследований. Обратите внимание, 1090 детей с легкой и умеренной тяжестью бронхиолита. Метаанализ показал, что сокращение пребывания в стационаре составляет 1-2 дня и улучшает показатели клинической картины как у амбулаторных, так и у стационарных групп пациентов. Было проведено исследование у 1090 новорожденных. 500 стационарных пациентов 5 исследований, 65 амбулаторных 1 исследование и 525 пациентов неотложной помощи, 4 исследования. Было показано, что ингаляционный гипертонический раствор натрий-хлор уменьшает патологические изменения, которые вызваны отеком дыхательных путей, обтурацией слизью и улучшают проходимость дыхательных путей. Наблюдался клинический эффект в амбулаторных и в стационарных условиях. Я хочу еще раз познакомить с исследованием 2015 года, которое проводилось в больнице Хаджар в Иране в течение 11-12 годов. Было проведено двойное слепое исследование с определением эффективности гипертонического раствора 3% в сравнении с альбутамолом для лечения острого бронхиолита у детей. 70 пациентов возраста 2 лет были разделены на 2 группы по 35 человек. Какой же был сделан вывод? Гипертонический раствор оказывает лучшее терапевтическое воздействие на пациентов с острым бронхиолитом, чем с альбутамол. Поэтому для лечения острого бронхиолита у детей рекомендуется использовать небулайзерную терапию 3% раствором гипертоническим натрий-хлором. Механизм действия. Гипертонический раствор натрий-хлор создает осматический поток воды в слое слизи, увлажняет поверхность дыхательных путей, улучшает клиренс слизи, разрывает ионные связи в слизистом геле, тем самым снижая вязкость и эластичность выделяемой слизи. Стимулирует целлярную активность вследствие высвобождения простагландина и 2. Поглощая воду из слизистого и послизистого слоя, он способен сократить отек стенки дыхательных путей у младенцев с острым бронхиолитом. Ингаляции с гипертоническим раствором натрий-хлором могут вызывать индукцию мокроты и кашель, которые поспособствуют выведению мокроты из бронхиолит. Это очень важно, потому что маленький ребенок до года кашлять не умеет. Мы ему должны помогать. И ингаляция стимулирует кашель у ребенка. На этом рисунке вы видите наглядное изображение состояния бронхиол и действия гипертонических растворов. На первом рисунке вы видите отек слизистой, густая вязкая слизь, мокрота в бронхе. Дальше ингаляция гипертонического раствора. За счет астматического действия раствора устраняется отек, идет регидратация, выводится мокрота и в конце концов восстанавливается проходимость бронхиолитом и бронхиолитом. Это новый препарат? Абсолютно нет. Еще в 70-х годах прошлого столетия появились данные по применению гипертонических растворов. Одним из пионеров был профессор Рощинский, который отметил усмешенное применение повышенной концентрации ингаляционного раствора натрия хлорида у детей с муковистидозом. При муковистидозе мокрота настолько густая вязка, что она как жвачка прилипает к стенкам бронхов. Вы видите последний протокол по лечению муковистидоза. Так вот указано, что препарат гипертонический раствор натрий хлор входит в рекомендации и показан больным с муковистидозом. Как вы думаете, если он разжижает такую густую вязкую мокроту, помогает ли он детям раннего возраста? Безусловно. В ходе краткосрочных исследований подтвердилась способность гипертонического раствора улучшать реологические свойства и транспорт мокроты. Он способствует нормализации перицеллярного слоя на эпителии бронхов. Улучшает мукоцеллярный клеренсин в функцию легких у больных с муковистидозом. И определены возможности концентрации от 3, но не более 12% гипертонического раствора. Розенфельд в 2011 году проводил исследования с участием детей в возрасте до 2,5 лет, которые получали 7% раствор. Отлично переносится. В Московском отделении Российского центра муковистидоза в 2013 году также дети с муковистидозом и подростки получали 3-7% концентрацию натрий хлор. Вы знаете, переносили все хорошо. Были несколько случаев, где дети переносили плохо 7%, переходили на 3% и получали хороший результат. Как доставить? Естественно, нужно доставить так, чтобы это было получение эффекта очень быстро. Если мы вводим препарат внутренне инъекционно, препарат должен пройти путь печеночного метаболизма, попасть в кровь. Таблетки не рекомендованы детям раннего возраста, инъекции дети боятся. Если вы ведете через небулайзер, лекарства сразу попадают на слизистый эффект. Быстрый, нет системного действия. Обратите, пожалуйста, внимание, мы можем использовать с рождения, не травмирующего психологического фактора, а действия инъекций. В Украине есть один муколитик с гиалуроновой кислотой, лордогиаль, который состоит из 3% натрий хлора и 0% гиалуроната натрия гиалуроновой кислоты. За счет осматического противоотечного действия и прямого муколитического эффекта мы получаем действие противоотечное. А гиалуроновая кислота обладает антиадгезивным действием, угнетает выработку провоспалительных медиаторов, улучшает мукоцеллярный клиренс. И двое составляющие дают возможность нам получить отличный эффект. Можно ли применять ингаляционы? Безусловно, обратите, пожалуйста, внимание, что применение 3% гипертонического раствора при кашле разрешается в руководствах европейских стран по применению небулайзеров в домашних условиях. Он включен в методические рекомендации по небулайзерной терапии британского таракального общества. И включен в рекомендации американского таракального общества. Поэтому и мы смело можем пользоваться этими препаратами. Уважаемые коллеги, я думаю, что в результате нашей с вами беседы мы согласимся, что кашель – это наиболее частая причина обращения родителей к врачу. Кашель – это непросто, это сложная диагностическая проблема, потому что кашель сопровождает не только заболевания легких, но и внелегочные патологические процессы. Я прошу вас обратить внимание на то, что обструкция у детей раннего возраста вызвана не бронхоспазмом, а отеком. Поэтому препараты, которые борются с бронхоспазмом, детям с таким заболеванием, как острый бронхиолит, не показаны. С целью лечения бронхообструктивного синдрома у детей раннего возраста рекомендуется использование гипертонического раствора натрия хлорида – лардегиаль. Пожалуйста, используйте в своей практической деятельности. Я благодарю вас за внимание.